Добро пожаловать на обзор 6 безумных модов на базе симулятора Индонезии. Я нашел просто максимально наркоманские моды, какие только смог. И сразу хочу сказать слова в защиту разработчиков и предупредить всех, что эти моды делались исключительно паров. На самом деле, авторы делают очень крутые моды для этой игры. И да, касаемо модов, их можно скачать в группе. Ссылка на неё уже в описании. Сегодня будет 6 модов, а начнём мы с The Baby Car. Да, что ж, сейчас запущу игру, зайдём и посмотрим на этот мод поближе. Ну, как-то так, должен сказать, что выглядит очень реалистично, как тот самый The Baby Car из того самого мема. Что ж, по внешке претензий вообще нет, здесь прямо всё так чётко, даже такие литые крутые диски стоят, белые спортивные. Ладно, садимся, посмотрим. Вида от первого лица, конечно же, нет. Боже, ещё бы он тут был. Так, снимаемся с ручника и погнали посмотрим, как же эта штука валит. Какую скорость мы сможем развить. Кстати, да, дополнительных анимаций нет. Но зато есть свет. Не знаю, каким местом он светит, но... Тот факт, что свет есть, остаётся фактом. Ну что, топит он неплохо, 150 км в час, здесь сейчас будет конец карты, насколько я помню. 170, 180, 190. Ну, думаю, 210-то выжмем. Почти, да, всё, 210. Мы даже почти обогнали поезд. Ой-ёй-ёй, почти даже не врезались никуда, да мы никуда не врезались. Просто проехали, ничего себе. Засейвил. Ну что, в принципе, на этом по моду всё. Смотреть здесь больше не на чего. Как уже говорил, никаких анимаций нет. Кстати, гудок есть. Единственное, что на месте разработчика я бы сделал, это вместо звука двигателя или же вместо гудка я бы поставил тот самый звук из мема про The Baby Car. Было бы прикольно, я думаю, это очень всё. Ну что, пишите, что вы думаете по данному моду. Ну а дальше я продолжаю и перехожу к следующему. На сегодня моду. Ну что, как думаете, что идёт дальше? Возможно, это какая-то машина, самолёт, вертолёт. Но нет, это даже не танк. Это телега с истуканом. Я не знаю, как можно было до такого додуматься, почему именно на телеге, почему именно истукан, я не знаю. Но всё же это безумный мод, поэтому он обязательно попадает в эту подборку. Ну что, тут поинтереснее уже есть вид от первого лица, можно посидеть на самом истукане, вот мы на нём едем, как раз на его голове точнее. Вот. Как-то это так всё выглядит, колёса крутятся, даже есть анимация, мы можем этого истукана положить на дорогу. И если мы будем куда-то ехать, он будет ехать вместе с нами. Ладно, поставим его на место. Есть гудок, фары, всё как полагается. Прям как полноценный мод. И топит он гораздо круче, чем The Baby. Потому что, смотрите, мы уже топили практически 200 км в час, но у него очень плохое управление. У этого истукана я разгонялся до 250, если не ошибаюсь. Он однозначно быстрее The Baby. Но, к сожалению, вряд ли я его сейчас смогу на место поставить. Так как это практически невозможно. Его перевесил и всё, я не знаю, как он в таком положении находится. Я его решил перезагрузить. И после того, как я его перезагрузил, куда-то делись колёсом. Да. Всё, теперь это телега даже без колёс. В общем, мод какой-то багнутый. Как это выяснилось чуть позже. Поэтому нам ничего не остаётся, как выйти и перейти к следующему моду. А его здесь пусть уже индусы убирают отсюда. Я этим не занимаюсь. Идём к следующему моду. Что ж, перед тем, как перейти к более безумным модам, я вам покажу более-менее на сегодня самый адекватный мод для данной игры. Это DeLorean, сконверченный из игры Cyberpunk 2077. И, должен сказать, довольно качественно. Снаружи моделька очень круто и приятно сделана. Здесь даже есть такие вот текстуры. Всё как полагается. То есть все шланги, там дополнительные детали, стайлинг и всё такое. В общем, по внешке топ. Что у нас есть из анимации. Нажав на цифру 1, данный DeLorean как раз-таки взлетает. И можем посидеть в нём от первого лица. Здесь, правда, немного багнутая приборка. Она, во-первых, не анимирована. Во-вторых, здесь всегда 188 км в час. Также у неё очень такое неприятное управление. Особенно, когда мы летим. Кстати, в салоне есть навигатор. Ну и, в принципе, всё. Зато есть анимация руля. Когда мы отключим анимацию полёта. Мы будем, соответственно, находиться снаружи. Потому что камера установлена на определённом уровне. И, в общем, да. Что ещё можно у неё сделать? Соответственно, включить свет. Когда мы включаем аварийки, у нас включается дополнительно подсветка. Кроме аварийки, машина так вот, по сути, как новогодняя ёлка едет и мигает. Сейчас прокатимся так. Ну, управление, видите, у неё хромат. Её так колбасит, всё её боком заносит. Поэтому, по управлению, она не очень. Ещё есть интересная фишка у этой машины. Так, приземляемся. Всё. Когда мы открываем двери, у неё, соответственно, открываются двери. И, как у настоящей DeLorean, они поднимаются вверх. И это выглядит очень, так, должен сказать, круто. Мне этот мод пока что понравился лучше, чем предыдущие. За исключением того, что эта машина очень сложно управляется. Её постоянно заносит и её трясёт, как не знаю что. Ну и не анимированная приборка и немного багнутая. Ну что, как-то так. Кстати, во, вообще чёткий кадр. Смотрите, такое отражение идёт. Так футуристично всё выглядит. Ну что, с этим модом, думаю, стоит заканчивать. Пишите в комменты, что вы думаете по этому поводу. Мы уже посмотрели ровно половину модов. Осталось ещё три. И на этом буду заканчивать. Что ж, переходим к четвёртому моду. Так, ну что, передохнули мы от таких более-менее безумных модов. Теперь переходим к самому безумию. Вот. Вот эта штука. Я даже не знаю, не могу предположить, что эта коноподобная штука была в Звёздных войнах, если не ошибаюсь. Может, это и оттуда. Также здесь сидит какой-то максимально убогий пластилиновый чувак. У этой штуки есть фары, двигатель, руль и даже навигатор. Правда, он вообще максимально не информативный, поэтому, по сути, он бесполезный. Ладно, садимся в это чудо. Есть вид от первого лица. Снимаемся с ручника и поехали. Здесь даже анимирован руль. Ну и на этом, в принципе, тоже всё. Есть ещё фары, но здесь у любой машины и мода есть фары. Поэтому это уже неудивительно. Эта штука очень так топит. На ней можно раздавать боком, причём неплохо так. Переедем на свою полосу, чтобы не мешаться в любые предметы. Она будет так вот максимально жёстко врезаться, даже если это невысокий бордюр. Как она приводится в действие и чем, я не знаю. Но она едет. Ну и на том спасибо, так сказать. А как она уже едет, здесь без разницы. Кстати, когда мы поворачиваем, она наклоняется, соответственно, в ту сторону, куда мы поворачиваем, чтобы не перевернуться. Но от этого её заносит. И она может прямо на 360 или 180 градусов разворачиваться без проблем. Ну что, по этому моду тоже всё. На нём, думаю, больше задерживаться не стоит. Всё, что было. Я вам показал вот такая вещь. Оценивайте её сами. Переходим к пятому моду. Так, ну а теперь слабонервным советую отвернуться от экрана. Потому что сейчас просто будет максимальный трэш, который вы только видели. Это динозавр. Реальный динозавр, который просто едет. И на нём сидит чувак, который не меньше динозавра. И если он станет в полный рост, он где-то до спины, наверное, ему будет. Что динозавр, что чувак очень большие. Особенно это подозрительно касаемо чувака. И когда мы подходим к динозавру, происходит что-то непонятное. Нас подкидывается от у птичьего полёта. И мы уваливаемся куда-то за текстуры. Но благо можно вернуться к динозавру, который нас снова выкинет. И с горем пополам мы в него всё-таки садимся. Так, есть вид от первого лица. И есть фары. Всё по дефолту есть. Дополнительных анимаций нет. Это возможно и к счастью, что их нет. Я боюсь представить, какие бы здесь анимации были. Но это не просто динозавр. Он очень турбовый. Сейчас мы выйдем. Как бы это странно не звучало. Кстати, анимации никакой нет. Он просто как по массу едет и всё. Садимся и едем. Просто посмотрите, какую скорость он сейчас начнёт развивать. Мы уже едем больше 200. Нас сбивает поезд. Нам не дали нормально проехать. В общем, в динозавра торчат только лапы. Всё, на этом поездка закончилась. О боже. Но до этого я развивал скорость порядка 400 км в час. А при желании можно и 500 развить. Это всё возможно с этим динозавром. Вот. Как-то так, в общем. Это, да, это был ещё не самый трешовый мод. Я боюсь вам показывать, что пойдёт дальше. Но ничего. Сейчас будет уже последний мод. Это был предпоследний. Ладно. Готовьтесь это увидеть. Так, ну что. Небольшой вам спойлер. Это будет тоже живое существо. Которое существует в реальном мире и по сей день. В отличие от динозавров. Ну, показываю вам это чудо. Это курица, которая едет на яйце. Да. Ну и чувак, соответственно, тут он поскромнее по размеру. Но всё же для человека это слишком много. Садимся. Есть вид от первого лица, фары. Всё как погагаться. Но интересно не это. Когда мы начинаем ехать, это яйцо начинает вращаться. С просто безумной скоростью. И эта курица развивала, должен сказать, очень такую большую скорость. Конечно, потише, чем динозавру. Но всё же. Причём её так трясти начинает. Мы едем уже порядка 150 км в час. Но мы врезаемся яйцом об бордюр. Да. Что ж. Ну, как-то так. Это был последний на сегодня мод. Пишите в комментариях, что вы по всему этому делу думаете просто. Ну что, на этом буду заканчивать, ребят. Как уже говорил, ссылка на группу, где я брал эти моды на данную игру в описании. Группа такая довольно известна. Там 13 тысяч участников, да уже больше. Вот поэтому переходите по ссылке и скачивайте моды. Если вам интересны эти моды, вы их там тоже найдёте. Что ж. Всем большое спасибо за просмотр. Кстати, нас уже больше 11 тысяч. Не так уж и много. Нам осталось и до 12 тысяч. Всем огромное спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok